Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время... Звука нет, все, я смотрю, Олег. Сейчас сделаю тебе звук. Как всегда в это время мы с вами обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Тема сегодняшней пятничной, я подчеркну, это пятничной программы. Финансовые итоги недели, да? Традиционно. Есть все? Да, 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 все. Традиционно обсуждаемые финансовые итоги недели. И, боюсь я это произносить вслух, в присутствии моих уважаемых коллег, даем прогнозы на рынку на летний период. На летний период. Ну да ладно, дело не в периоде, просто прогнозы, как известно, вещь не очень благодарная. Но, 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 да? Назвался груздем, так что, извините уж, друзья мои. Итак, финансовые итоги недели сегодня у нас на повестке дня. В студии Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Recom Trust. Добрый день, Олег. Добрый день. И в студии Иван Кабулаев, управляющий директор инвесткафе. Добрый день, Иван. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями, что нас ждет ближайшее и, может быть, не такое уж и ближайшее будущее. Ну и начнем эфир традиционно картина маслом, что происходит сейчас на финансовых площадках. Вчерашнее закрытие американцев позитивно. На 70-х доу-джонс, 60-х, S&P 500 и 80-х NASDAQ. Кстати, я глядя на график S&P 500, последние три, помимо дневные свечки, так забавно выглядят. Доджики, доджики. Причем они повыше. Один, потом второй, потом третий. Но все-таки доджик это такая, да, это констатация неуверенности. Хотя все же растут и растут. Растут и прыжками такими, получается, прыжками. Значит, закрылись позитивно американцы. Азия сегодня, да, более чем позитивно. 3,5 прибавил Nikkei. И, наконец-то, китайский индикатор восстанавливается. Полтора процента после недавнего падения он сделал сегодня. Shanghai Composite закрылся в плюсе, что само по себе тоже неплохо. Ну и европейская сессия, к сожалению, сегодня отличается от общей мировой динамики. Видимо, FTSE 100 теряет легкие 0,08%, а наши индикаторы тоже в минусе. Ну, хотя так, можем говорить, они в нулях практически. Потому что вот сейчас в моменте RTS прибавляет 0,07%, а ММВ, наоборот, теряет 0,01%. Ну, сложно говорить о какой-то ярко выраженной динамике. И надо добавить, что рубль сегодня вяло-вяло, но укрепляется. 32,70 с небольшим его текущая котировка. Смотрим на сырье и на Forex. Позитивно выглядит сырьевой рынок. Brent 102,83 доллара за бочку. Чего не скажешь о золоте. Выглядит оно не позитивно. 1200 пока устояло, хотя прокол был вчера. 1200 долларов за унцию стоит этот металл. Вот. И индикатор валютного рынка евро-доллар выше 1,30. 1,3066. То есть некий отскок все-таки рисует он нам. Ну, и смотрим на набор голубых фишек. Они сегодня в разные стороны смотрят. Разнонаправленно торгуются. И среди лидеров выделяется ВТБ. Теряет 1,5%. Сбербанк 0,5%. Чуть больше 1,5% МТС. И НЛМК 0,7%. Позитивно выглядит Северсталь почти процент. И половина процента ГМК Норникель. Ну, так все тоже достаточно неубедительно. Наверное, да. Наверное. Ну, что ж, давайте начнем нашу беседу. Итак, основная тема, еще раз я повторю. Уважаемые коллеги, это финансовые итоги недели. Олег, тебе первый вопрос. Что ты, да, характеризовал бы ключевыми событиями этой недели? Ну, и каковы они эти финансовые итоги? Ну, думаю, что, наверное, основным событием, которым стоит сказать, наверное, даже не столько этой недели, сколько последних двух недель было последнее заседание ФРС, по результатам которого впервые, пожалуй, что зазвучала довольно ощутимая, завитавшая в воздухе риторика о том, что программа количественного смягчения может быть свернута досрочно по причине довольно-таки неплохих макроэкономических показателей. Но надо отметить, что все вот эти данные статистические, которые выходят в Соединенных Штатах последние несколько недель, или, можно сказать, даже последний месяц, они характеризуют медленное, но верное восстановление экономики за исключением только одного факта, что основной показатель, о котором прежде всего ориентируется ФРС, вернее, основные, их два. Первый — это показатели по рынку труда, уровень безработицы, количество рабочих мест, и второй, естественно, ВВП. Вот последний показатель ВВП, к сожалению, не порадовал нас. Довольно сильно он разошелся с прогнозом. А, кстати, я прошу прощения, вот, Вань, Олег, ваше мнение. Он разошелся с прогнозом, потому что это объективно, или просто методы подсчета там все, они что-то меняют туда-сюда, может быть, это исключительно казуистика такая, нет? История с методами подсчета, она, в общем, имеет давнюю историю, и мы уже с вами, по-моему, на каких-то эфирах говорили о том, что есть альтернативные статистические службы. Просто разница защитима. 2-4 ждали, 1-8 нарисовали. Это достаточно большая разница, но, кстати говоря, она во многом говорит о том, что пока вот эти все данные, которые опосредованно выходят вместе с данными ПВВП, от них не гарантируют столь быстрого восстановления темпов роста экономики, как это планировалось еще ранее. А что касается второго важного события, то, на мой взгляд, это еще неплохие данные из Китая, все-таки, которые смогли прервать череду до этого почти трех- или четырехнедельного периода довольно-таки негативных данных. И медленно, но верно, я думаю, что постепенно китайская экономика будет восстанавливаться. Единственное, что, конечно, спрос на то, что больше волнует российский рынок, а именно спрос на нефтегазовую, металлургическую продукцию, частично продукцию химической промышленности, которая традиционно является львиной долей доходной статьи для российских компаний, потому что львиную долю нашей компании на экспорты как раз-таки в юго-восточные регионы, в Китай. Конечно, пока еще до того восстановления, которое было еще несколько кварталов назад, еще пока говорить рано. Но, тем не менее, начало положено. Ну, и последнее, наверное, о чем я хочу сказать, это наши уже локальные новости на российском рынке. Но прежде всего стоит сказать о довольно большом количестве годовых собраний акционеров, которые на этой неделе проходят. Ну, какие-то из них интересные, какие-то из них не очень интересные. Меня, например, больше всего заинтересовало годовое собрание Ростелекома, где, наконец, после одобрения со стороны государства, устава министра связи господина Никифорова... Образовался арбитраж. Да, теперь образовался арбитраж, и действительно можно было заработать на этом. И плюс, что все-таки 12-летняя история с реформированием связи инвеста, когда, ну, пока, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, да, постучим по дереву и сплюнем трижды, все-таки, наверное, скоро подойдет к концу. Планируется, что все это завершится, все реорганизационные процедуры к сентябрю. Вот. На этом фоне, конечно, Ростелеком выставлял очень неплохую оферту к рыночной цене, действительно, с очень неплохой премией, что, в общем, для нашего рынка это не так часто происходит, причем по ликвидной бумаге достаточно, да. И, в общем, многие участники рынка, которые имели на середину мая бумаги Ростелекома в портфелях могли и еще могут этой возможностью воспользоваться. Так что это, в общем, довольно интересная новость. По крайней мере, хоть какая-то реальная корпоративная идея, на которой можно заработать. Какое-то движение. Вань. Ты что-то добавишь? Из того, что важное было. Я бы, кстати, обратил внимание на Европу, там приняли, наконец, некие параметры, как теперь можно банки спасать. Так вот. И фактически зацементировали то, что произошло на Кибре, как некая стандартная модель поведения в кризисной ситуации. Если говорить о каких-то существенных рисках того, что может растромашить рынки, и валютные рынки, и рынки капиталов вообще, это риск Испании, который опять все почему-то там забыли на какой-то момент, ну, обязательно вспомнят. И в случае, если начнут накрываться испанские банки, то вот будет фактически... Повторение Кипра. Да, повторение Кипра. Будут забирать деньги с больших депозитов. Там будет, конечно, не такая же ситуация, как в Кипре, когда было много внешних денег в банковской системе. Но в целом оно будет очень болезненно, потому что начнется эффект обратной спирали, такой закручивания вниз. Все начнут распродавать активы, чтобы убежать оттуда. Могут начать. И это из-за того, что важно, естественно, ФРС, это тоже критичное такое событие. Я не склонен считать, что здесь произошло что-то там фундаментально сложное, страшное для экономики, и то, как отреагировали рынки, это, конечно, ну, слишком экзальтированная реакция такая, слишком нервная. Я думаю, что на низких оборотах, скорее, это попытки некоторых игроков заработать свою такую спекулятивную маржу. То есть, очевидно, что ситуация не такая плохая и не такая... Плохая, опять-таки, с точки зрения сворачивания программы. Ну, да, вот в текущий моменте никакого сворачивания нет. Нет у на горизонте никакого сворачивания. Вышли какие-то прогнозы. Ну, очевидно, что рано или поздно будет сворачивание. Это метод стимулирования экономики. Он рано или поздно закончится. Ну, что ожидали, что скажут, что нет, никогда не свернем, будем вечно накачивать деньгами. Это не бывает такого. Ну, кстати говоря, добавить еще одну хочу деталь в отношении не ФРС, а коллега заговорил о Европе. Сегодня как раз появилась информация о том, что устами, кстати, председателя ЕЦБ Марио Драги о том, что в случае возникновения долгового кризиса или хотя бы предвестия долгового кризиса в еврозоне та схема, по которой сейчас работает ФРС, вполне может быть, ну, если раньше она была частично применена ЕЦБ, то она может, в принципе, применена быть полностью. Это значит, что облигации практически всех стран, которые входят в валютный блок, могут стать предметом выкупа со стороны ЕЦБ. Это вообще прецедентная будет история. Раньше этого не происходило. Если действительно в этом случае ЕЦБ пойдет на этот шаг, это будет означать... То есть, вот программа ЛТРО, это все-таки не полностью, да? Это частично. Повторение Куэ-3. Это часть. Есть еще программа ОТМ, так называемая, да? Выкупа как раз-таки бандов, которые находятся, имитируются правительствами стран всех участниц валютного блока. Пока таких прецедентов не было в европейской истории уж точно. И поэтому, если это произойдет, это будет очень-очень важное событие для рынка. Спасибо. Сейчас мы прервемся в новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Recom Trust и Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Подводим мы финансовые итоги недели, ну и поговорим в неких перспективах. На это уже чуть позже, да, во второй части нашей программы. Так вот, к финансовым, Иван, к финансовым итогам недели. А если, значит, смотреть на эти самые итоги, с точки зрения российского рынка, да, что могло нас здесь порадовать, как минимум? Ничего хорошего, ничего плохого. Лето, снижение активности, опять радикальное снижение оборотов. Из корпоративных событий прошли собрания, ну или проходят еще сегодня собрание ВТБ. А никаких существенных новостей особых нету, поэтому я думаю, что мы вот, говорят там, трейдерским языком боковике будем ходить туда-сюда в каком-то диапазоне. Вот, пока не будет каких-то там существенных изменений. Либо позитивных, либо... Снаружи или изнутри, да? И снаружи, из Европы, из Америки, либо изнутри. На самом деле я тут больше неприятных новостей жду изнутри, а хороших новостей жду снаружи. Если говорить о каких-то ожиданиях. А с чем связаны неприятности внутри? Тем вектором, по которому развивается российская экономика, она развивается в сторону создания назад СССР, плановой экономики фактически, существенного усиления роли государства в ключевых отраслях, снижение конкуренции, вот вышла новость, появилась информация о том, что все-таки не будут госбанки приватизировать. И это, с одной стороны, плохо, потому что это не даст... Рынки ожидали, что будет дополнительная ликвидность какая-то на рынок. После приватизации. Ну, после приватизации, за счет того, что эти акции выйдут на рынок, и тогда, соответственно, ликвидность российского рынка увеличится, обороты вырастут и так далее. Вот, с другой стороны, появится настоящая конкуренция между крупными банками, потому что, когда государство и там, и там, сложно говорить о том, что оно может как-то независимо себя вести. Ну, и конкуренция между крупными и не очень, да, банками? Потому что это вообще, так сказать... Да, они сидят, грубо говоря, на деньгах, у них низкая стоимость фондирования, гигантская процентная маржа, и за счет этого они, конечно, душат всех конкурентов. И третий негатив, это то, что мы, ну, не мы, а государство, к сожалению, цементирует ситуацию, когда регулятор, поставщик ликвидности, основной игрок и владелец основных корпоративных единиц на этом рынке, это все одно лицо. То есть, это из левого кармана в правый карман перекладывать. Какие-то, может быть, какой-то осадок, может быть, сгусток, какой-то отойдет независимым игрокам. И то, и далеко не самое привлекательное. Добавишь, Олег? Ну да, пару смыслов, наверное, скажу. Говоря о стремлении или движении в сторону плановой экономики, я, кстати, замечу, что, с одной стороны, соглашусь с коллегой, действительно, то, что разговоры активные, и не только разговоры, но и подготавливаемые различные законопроекты, обсуждения в правительстве в отношении приватизации большого количества предприятий, как раз сегодня, как раз перед эфиром, обсуждали это, говорит о том, что, с одной стороны, вроде бы формально, да, ну, любой вопрос можно рассматривать фактически и формально. Формально, да, мы видим, что программа приватизации запущена, более того, министр экономического развития отчитывается о том, что порядка 460 предприятий на ближайшие два года должно быть приватизировано, а фактически надо смотреть на то, какие цели преследует государство. Государство, когда проводит приватизацию, всегда преследует две цели. Фискальная цель, то есть просто возможность заработать, и идеологическая цель. Если мы говорим о выполнении фискальной цели, ну, возможно, действительно, что-то государство заработает, как говорится, да, там, приватизировать ближайшие, там, 5-7-8 лет, там, несколько тысяч предприятий. Но если мы говорим о фактическом результате, как раз-таки приватизации госбанков, возможной, которая пока не планируется, таких компаний, как Роснефть, таких компаний, как Совкомфлот, о приватизации, о которых уже достаточно давно говорится, но пока разговорами все и завершается. Очевидно, что идеологически пока государство, по тем или иным причинам, это как бы отдельная тема, не готово и не планирует заниматься приватизацией. Поэтому, с одной стороны, когда мы говорим о том, что мы хотим увидеть гораздо больше объема на российском рынке, увидеть гораздо более высокую ликвидность, мы должны понимать, что без приватизации госдалей именно в капитале крупных, системообразующих предприятий, наверное, этого достичь будет сложно. Потому что заработать государство, в общем-то, заработает и так, приватизируя там свои доли и контрольные, и неконтрольные, в достаточно большом количестве хозяйственных субъектов. Речь идет о другом. Речь идет о, скажем, некоем понятии престижа российского рынка и финансового рынка в целом, и фондового рынка в частности. И, так сказать, решение вопроса о движении, в какую сторону мы движемся с точки зрения экономического развития. Если мы хотим создавать добавленную стоимость у себя в России, не выносить ее за рубеж, не создавать ее за рубежом, как сейчас происходит, если мы хотим привлекать долгосрочный капитал, тогда нам нужно ликвидность создавать здесь, на внутреннем рынке. А приватизируя госдоли большого количества различного рода малоликвидных и малокому известных компаний, этого можно вряд ли достичь. И потом складывается впечатление, что все это делается просто для галочки, для вида. Ну, фискальная цель, абсолютно. Ну, там, частично там... Чуть-чуть заработать. Ликвидировать, там, возможные дефициты бюджета в случае, если цены на нефть опять будут, там, достаточно волатильны, или будет угроза снижения, ну и так далее. Ну, вообще, если говорить о, ну, приоритетах, даже если, да, так сказать, сравнивать эти две задачи, которые государство перед собой ставит, приоритет все-таки на первом месте должна быть идеологическая цель, видимо, да? А вы знаете, мне кажется, эти две цели должны идти параллельно. Ну, просто в данном случае есть временные периоды, когда какая-то цель превалирует. На мой взгляд, если мы хотим создать добавленную стоимость у себя в России, а не за ее пределами, хотим увеличить ликвидность рынка финансового, будь то фондового или другие рынки, то, конечно, идеологическая должна страна превалировать. Вот. Но это, опять же, я подчеркну, это не значит, нужно брать все крупные компании, просто агулы скобом все продавать. Понятно, есть стратегические предприятия, есть там предприятия, в капитале которых государство, наверное, обязано остаться, может быть, даже с неконтрольным, ну, там, блокирующим, где-то, может, и контрольным пакетом. Но, тем не менее, это должны быть предприятия, которые реально создают стоимость добавленную, а не просто, так сказать, фиктивные предприятия, которые там числятся на балансе где-то и все. Вот о чем речь. Интересно произошла ситуация вот по поводу фискальной цели, идеологической. У нас, как бы, в чем сейчас причина, почему сначала затормозили продажу госкомпании, а теперь вообще отказываются от, ну, от большого количества госкомпаний, отказываются от идеи продавать их. Риторика-то какая? Говорят, вот тогда было дорого, а сейчас очень дешево. Зачем будем дешево отдавать? Подождем, когда будет дорого. Подождем, когда будет дорого. Но при этом, как бы, государство, с одной стороны, говорит, я жду, пока это все подорожает, с другой стороны, душит конкуренцию, душит свободный рынок и строит госкапитализм. Ну, очевидно, что это не подорожает, если вот вторая рука будет таким образом мочить то, что делает первая рука, понимаете? Ну, то есть это какая-то неправильная игра, она вот идет в другую сторону вектора. Поэтому тут обе цели, а я в продолжении того, что говорит Олег, да, обе цели, они, да, должны быть одинаковы, но они сейчас декларируемы и отличаются от того, что по жизни происходит. Хорошо, значит, упомянули мы цены на нефть, кстати, но что во многом, наверное, да, в перспективе будет влиять на ситуацию в российском рынке и российской экономике. Сейчас еще раз повторю, все-таки можно говорить, что достаточно стабильная цена, ну, за исключением каких-то движений небольших. Если построить какие-то среднесрочные прогнозы, Олег, извини, что ты можешь сказать по поводу цены на сырье? Я думаю, что здесь есть две такие большие группы факторов, которые влияют на цены. Первое, это, безусловно, укрепление доллара, которое сейчас, в общем, наблюдается достаточно активно по отношению абсолютно ко всем валютам, не только к рублю. В силу того, что, ну, при столь неплохих макроэкономических показателях в американской экономике, американские инвесторы, в общем, рады и готовы покупать. А если там о технике говорить, это немножко другая история. И второй момент, это начало летнего сезона отпусков на ближайшие два месяца. Все-таки я посмотрел, последние две недели запасы все-таки начали снижаться, и это поддерживает цены на нефть. Это результат автомобильного сезона. Да, безусловно. Безусловно, это немножко поддерживает цены, не дает им довольно сильно просесть. Хотя мы видим, что укрепление доллара, которое, кстати, очень сильно отражается в обратной зависимости на рынке металлов, мы видим, что цены на золото не просто снижаются, они практически пикируют вниз по 18-20 долларов за сессию. Если говорить о рынке нефти, такого не происходит в силу того, что, во-первых, запасы еще достаточно велики, и традиционно нефть уже не является тем жестко в обратной зависимости связанным активом с фондовыми рынками или с валютами, как это было с рынком металла. Поэтому я думаю, что в ближайшие месяц-два, в том случае, если спрос в Соединенных Штатах будет расти, запасы будут снижаться, я думаю, это будет поддерживать цены на нефть, но сильного роста, конечно, по ним ждать не стоит, поскольку доллар, на мой взгляд, в ближайшее время продолжит укрепление, и, в общем-то, причины этого очевидны. Ситуация в американской экономике, она диктует это. Когда там, вот правильно я согласен с коллегой, когда там что будет точно известно, что будет свернуто, вот когда будет известно, да, когда прекратится, ну, видимо, в конце года, тогда мы уже и поговорим, как это повлияет. Понятно, что на курс доллара это уже повлияет, но пока, если говорить о среднесрочном прогнозе, месяц-два, я думаю, что легкое, наверное, будет такое вот движение в том диапазоне, который мы сейчас видим, ну, плюс-минус 2-3 доллара. Вряд ли она сильно изменится. Я понял. Вань, смотри-ка, если мы, ну, традиционно мы берем, как бы, такой срез, да, сырьевых активов, включая туда, прежде всего, и стоимость нефти, стоимость промышленных, драгоценных металлов. Ну, и вот в моменте, если наблюдать, действительно, нефть более-менее стабильно, а металлы валятся и валятся и валятся. Здесь в этом есть логика какая-то, то есть причина есть какой-то для этого, или это опять сложная экономическая ситуация? Да, это называется сдутие пузырей, вот для меня лично, в моем представлении. Пузырь золота, прежде всего? Ну, конечно, конечно, это пузырь золота, очень много ETF-ов было, которые на золото были завязаны, закачивались деньги, скорее, не в само золото, а в производные от золота, и мы наблюдаем вот это сжатие. Ну, это нормально, это абсолютно естественный процесс. С нефтью, кстати, то же самое, но нефть действительно помогает, и нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, и то, что нефть в большем процентном соотношении используется в отоплении, в промышленности и еще где-то. Поэтому тут, как бы, я не ожидаю того, что с нефтью произойдет то же самое, что произошло с золотом, но какая-то небольшая коррекция запросто может быть. Ну, золото и все-таки промышленный металл, наверное, в эту кучу нужно добавить. А с промышленными металлами там другая ситуация, золото совсем мало используется в промышленности, и это скорее инструмент тезаврации, даже с накопительным. Да, а там было снижение спроса со стороны Китая и снижение промышленного спроса, вот такого фундаментального, со стороны автопроизводителей, например. Кстати, в эту же группу можно еще и австралийский доллар, наверное, добавить, да, в группу активов, которые падают по этой причине. Как производная, да. Ну и канадский, соответственно. Две классических сырьевых валюты. У нас есть звонок, давайте послушаем его. Максим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Два вопроса у меня. Первый, значит, вот тут ваш гость, к сожалению, не запамятовал, как... Один Олег, другой Иван. Алин Олег, другой Иван. Вот не разберу, кто сказал, что ему очевидно, что курс доллара будет укрепляться. Это Олег сказал, да. Да, Олег, огромная просьба прокомментировать, исходя из того, что за это время долларей напечатано довольно много. Вопрос, как бы, с чего, ну, если еще будет продолжаться количество смечения. И вопрос второй всем, как бы... Ой, Максим, простите, ради бога, если можно, подождите нас на линии, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Итак, друзья, мы продолжим эфир. Сразу же я хочу присоединить вновь нашего слушателя. Максим, вы с нами, слава богу. Продолжайте, пожалуйста. Да, висюм. Висюм. Хорошо, мы вас слушаем. Итак, первый вопрос касаемо перспектив доллара, да, и второй. Да, прокомментировать, значит, вот мне, допустим, не совсем очевидно. А вот второй вопрос, скажем так, рассматривают ли ваши гости и вы сами возможность разделения мира на несколько валютных зон, то есть, ну, там, доллар, евро, юанин, рубль, возможно, там, какой-нибудь песо чилийский или что-нибудь. И, соответственно, возможен ли вариант роста золота вследствие того, что эти валюты должны быть им обеспечены. Понятно, понятный ваш вопрос. Спасибо за звонок, Максим, спасибо вам огромное. Ну, давай с доллара начнем. Ну, да, я сказал мне отдуваться. Да, 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 хотя взаимосвязано. Ну, давайте, да, попытаюсь сказать. Ну, во-первых, все, когда я говорил о долларе, я говорил о некраткосрочной перспективе. Конечно, средне-долго, да. Я шла о полгода, год, да, то есть, о такой перспективе. Если о ней говорить и рассуждать, то логика рассуждения следующая. Понятно, что даже если никого досрочного сворачивания программ количественного смягчения не будет, а она дойдет до конца текущего года и завершится, потому что еще изначально при ее запуске было объявлено, что это до конца текущего года программа. Понятно, что американскому регулятору придется постепенно, с учетом того, что это подкрепляется хорошими данными с рынка труда и промышленного производства, придется постепенно, медленно, но постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, да, в отличие от той политики, которая проводилась ранее. Возможно, в 2014 году, может быть, летом, может быть, не сразу, мы увидим даже некоторые поползновения в отношении роста ставок. Естественно, это будет дорожать валюту. Естественно, в этом случае спрос на доллар будет увеличиваться. Другое дело, что Соединенные Штаты тоже резко не могут ее ужесточать, поскольку тогда их экспортно-импортная деятельность, внешнеторговая, начнет от этого страдать. Но я думаю, что с этой точки зрения, подкрепленная абсолютно четким сжатием пузыря на рынке металлов, вот эта вот политика, она будет приводить как раз к укреплению к доллару, причем не только по отношению к сырьевым валютам или к евро, а вообще по отношению к основным. В принципе, да. Вот такая логика, это первое. И второе, в отношении разных валютных зон, изначально, когда мы говорим о валютных зонах, мы должны понимать, что валюты бывают трех видов, ну так как грубо. Местные валюты, которые имеют хождение в стране, региональные резервные валюты, которые имеют хождение в тех или иных валютных союзах, и мировые резервные валюты, коих у нас не одна, если подходить формально, то их там несколько. Но для того, чтобы валюта стала хотя бы региональной резервной, а вот исходя из вопроса слушателя, я понимаю, что он видит несколько зон, где могли... Ну, он назвал, в частности, да. Юань, там, рубль. Во-первых, чтобы они были обеспечены золотом, должно быть физически достаточно большое количество золота. Золото, кстати говоря, в физическом объеме за последние 30-40 лет отнюдь не увеличивается, да, а скорее уменьшается. Это, наверное, тема обеспечения золотом уже давно неактуальна. Это было, наверное, актуально лет, наверное, 50 назад. Ну, до появления валютного рынка, да, свободного. Этот последний золотой стандарт был отменен в ЮАР в 71-м году, когда южноафриканский рент, в общем-то, отказался быть полностью обеспеченным золотом, да, они отказались от этого. Поэтому это в данном случае, ну, не совсем актуально. А что касается возможных региональных зон, во-первых, этого вопрос, как бы, с повестки дня не снимал никто. Он, кстати, периодически возникает. Я напомню, что активно ведется, так сказать, эмуссируется история о создании единой такой паназиатской валюты, может быть, на базе китайского юаня, но для этого Китаю нужно свою валюту прежде всего сделать признаваемой, да, в не только обеспеченной, но и признаваемой другими контрагентами. Потому что если мы просто заведем на валютных секциях ряда площадок региона торги по паре валюты Китая с другими валютами, это ничего не даст. Прежде всего, помимо обеспеченности, должна еще быть признаваемость. То есть, государство, когда вводит резервную валюту, оно еще, помимо этого, может зарабатывать на хождении своей валюты. И доход от выпуска валюты, так называемый Синераж, да, это, в общем, довольно большая статья доходов тех же Соединенных Штатов. Это первое. И второй момент, когда мы говорим о другом примере, например, такого, да, возможного валютного региональной резервной валюты, в далекой перспективе, я не знаю, по крайней мере, декларировалось создателями Евразес, как единого евразийского экономического пространства, что, возможно, по мере того, как таможенный союз России, Белоруссии и Казахстан будет расширяться, вылиться уже в какие-то некие единые экономические критерии, там, через, может быть, несколько десятков лет, может, раньше, тогда можно будет говорить о региональной валюте. Но она должна быть признаваема, обеспечена, и государству должно быть выгодно способствовать такой ситуации, чтобы, скажем, львиная доля, 80% имитируемой валюты, имела оборот за пределами страны имитента, как это происходит в случае, там, скажем, с Евросоюзом или Соединенными Штатами. Вот две большие разницы. Я понял, я понял. Кстати, Вань, вот, продолжая эту тему, по поводу рубля, если его действительно каким-то образом планируют в качестве региональной валюты, возможно это, как ты считаешь? Регионально возможно, ну, как и возможно, создать назад СССР, если не будет рога, или там какой-то аналог. А реальной международной валютной какой-то единицы сделать свободно конвертируемой нет. Это нереально. Ну, это практически нереально. Это вопрос не экономический, в первую очередь, а политический. Плюс я хотел бы добавить, что я тоже вижу, ну, там, в долгосрочной перспективе доллар, укрепляющаяся валюта, евро, радикально ослабляющаяся валюта, я думаю, что мы увидим 1,1 на горизонте, там, 3-5 лет, вот, по отношению евро к доллару. И, если говорить о, там, каком-то обеспечении золота, ну, это, конечно же, прошлый век, это уже невозможно, поэтому даже на уровне региональных единиц это не нужно, потому что, грубо говоря, там всегда есть доминирующая экономика, и есть экономика, ну, не сателлиты, но такие, менее, менее сильные. На постсоветском пространстве это очевидно, кто. И вот для этого не нужен, золото не нужно, они друг друга будут признавать валюты по другим причинам. Вот. А в глобальном смысле это не поможет, потому что золото надо на что-то покупать, а обычно эти государства все-таки не обладают такой политической, экономической мощью, чтобы скупить столько золота физического. Ну, и плюс они сами не производят золото, в отличие от России, там, и других крупных производителей золота. И плюс я еще хотел бы добавить то, что можно сколько угодно рассуждать о, там, перспективах, ну, это гипотетически, там, рубля в качестве мировой резервной валюты или не рубля, неважно. Но если у нас... Именно мировой. Мировой, да. Если у нас 70% золотовалютных резервов мира находится в американском долларе, мне кажется, вот этот уже факт, он уже объясняет, ну, если не все, то очень много. Конечно. Поэтому дальше говорить смысла нет. Да, ну и, собственно, я еще пять копеек тоже вставлю. Периодически возникает разговор о том, что доллар вот такой сякой, он, значит, утратил свои привлекательные свойства, надо его поменять в качестве резервной валюты, давайте что-нибудь придумаем. Но это все на уровне разговора все. Вот когда крупнейшие шесть мировых центробанков по объему золотовалютных резервов будут держать доллар не больше 2% своих, тогда можно об этом говорить. Говорить, да. А, кстати, еще было, еще я вторую часть вопроса услышал, как то, что не нужно ли бояться того, что доллар отменят, ну, или вот как-то так вот. Ну, по крайней мере, да. Что-то в таком смысле. Это такие тоже слухи ходят. Ну, в общем, я хотел бы успокоить слушателей. Не нужно бояться, доллар не отменят. Никакие другие квази-валютные единицы типа EQ там и что-то подобное на горизонте, там, близком горизонте мы не увидим, как раз потому, что мы увидели фактически подтверждение того факта, что эти все союзы экономические, они либо превращаются в политические союзы, либо разваливаются. Вот то, что сейчас происходит в Европе, это фактически стагнация экономического союза. Вот, кстати, я хотел сразу же и поговорить. Европа, политический, тереэкономический союз, да, европейская валюта региональная, а сейчас она и, так сказать, на уровне мировой резервной валюты. Вот это можно корректным примером? Ну, в первую очередь, любой экономический союз, он изначально политический, да. Мы, конечно, всегда задаемся таким философским вопросом этой серии, что первично материально или идеально, что впереди, экономика или политика. Очень сложно ответить. Но, на мой взгляд, что, вот если говорить о Евросоюзе... Сложно ответить, но в любом случае, да, если даже говорить о философскими категориями, существуют разные платформы, что называется. Одни стоят вот на этой платформе и говорят, что сначала материальные, а потом уже духовные. Ну, просто я к чему это подвожу, что когда создаются какие, какого, любого рода, всяческого рода союзы, на этом этапе может превалировать, соответственно, либо политическая составляющая, либо экономическая. Потом идет подмена, да, замена, там, чередование. На мой взгляд, очевидно, так сказать, когда создавался союз в 90-х, в начале 90-х, да, собственно, именно как валютный блок, не как Евросоюз, потому что Евросоюз создавался раньше. Для этого были на тот момент определенные экономические причины. Была угроза некоторого такого, ну, не скажу, там, очень грубо загнивания, да, но скатывания в рецессию крупнейших экономик региона. Франции, Германии. Нужно было завоевывать другие рынки, нужно было выводить крупнейшие транснациональные корпорации, которые базируются в базовых странах, да, Еврозоны, на другие рынки. Нужно было, в общем-то, лишать другие страны блока, которые входят, входя туда, меняют на валюту евро, соответственно, конкурентноспособности. И, соответственно, повышая эту конкурентноспособность этих корпораций, естественно, экономики начинали, в общем-то, развиваться достаточно активно. Причем мы видели, что на протяжении всей второй половины 90-х эта активность привела, в общем, достаточно к неплохим результатам. И темпы роста во второй половине 90-х и Франции, и Германии были очень неплохими. Но, говорит, за все приходится расплачиваться. После того, как эти страны вновь принятые в валютный блок стали настолько сильно раздувать свои госрасходы, не опасаясь того, что, в общем-то, им, наверное, не грозит дефолт, поэтому обязательно, потому что они уже являются членами валютного блока. Было два варианта. Либо объявлять дефолт, что невозможно в рамках текущей еврозоны, да, концепции. Правил нет таких. Да, просто нет. Либо выводить эту страну из еврозоны. Кстати говоря, правил таких тоже нет, потому что прецеденты... Точнее, как все должны согласиться, что должно произойти. Но я не видел бумаги, которые даже в случае согласия 27 стран-членов ЕС как-то регулируют процесс выхода страны из еврозоны. То есть процесс входа есть, процесс выхода нет. Это примерно, знаете, когда мы говорим о вступлении России в ВТО. Это, знаете, вход за копейку, выход за много-много-много рублей. Потому что, чтобы выйти из ВТО, нужно компенсировать все возможные убытки при выходе твоей страны из ВТО всем другим странам участниц этого торгового организации. Это, в общем-то, не так просто сделать, если вообще не невозможно. Поэтому то же самое и с Евросоюзом. Это вопрос, конечно... Сейчас он больше в политическую, так сказать, такую канву перетек. Изначально он, наверное, был больше экономическим. Так что я думаю, что в ближайшее время все возможные разговоры о том, что еврозона распадется, о том, что валютный блок себя изжил целиком и полностью. Я бы, в общем-то, постерегся об этом говорить. Возможно, будет какое-то уменьшение ряда стран, когда, говоря простым языком, крупные экономики высосут из экономик сателлитов все их ресурсы, рабочую силу. И выбросят. Да, тогда да. И надобностью. Тогда да. Ну, пока этого не происходит. Я думаю, что в ближайшее время нам пока еще надеяться на это рано. И евро как валюта, она тоже, видимо, да, в ближайшее время с экономической картой меры, что называется, не исчезнет. Я думаю, что нет. Я думаю, что в обозримом будущем вряд ли. Конечно, у нее шансов исчезнуть больше, чем у доллара, если вот мы берем эти две валюты, да, но все-таки... Оба эти вероятности, они предпредельные. Конечно. Но в ближайшее время это что-то из разряда научной фантастики. Или даже не научной. Нет, но это причем не значит, что никто не выйдет из еврозоны. Вот это две разных, два разных вопросов. Скорее всего, ну, на мой взгляд, скорее всего кто-то выйдет из еврозоны, я причем думаю, что скоро. А само евро сохранится, конечно. Просто другой возможный конструктор. Просто евро-тройка никогда в жизни не допустит дефолта по обязательствам страны. Ну, вот, например, Греция мы это видели, да, которая является членом валютного блока. Не экономического альянса, ЕС, а именно валютного блока еврозоны. Потому что, по сути, это расписаться в несостоятельности тех обязательств, которые были приняты, там, в 90-х годах. Маостритских критерий. Кстати, решение вот этой проблемы, в конечном итоге, да, мы о Греции сейчас вспомнили, решение этой проблемы, оно, ну, я бы так назвал, никаких, никакими, точнее, да, конкретными вот шагами оно не было обусловлено, а то как-то оставили все это, да, на самотек, и вот этот самотек, в конечном итоге, немножко завуалировал. Проблема не решена, но вроде бы уже мы ее не обсуждаем. Ну, дали денег, дали денег, самое главное, вот, дали денег, успокоили бунтующих людей, которые не дожгли машины, и теперь все более-менее хорошо. Более-менее. Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу, хорошо, еще раз новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.фм, мы сегодня подводим финансовые итоги недели, ну, и пытаемся нечто спрогнозировать на ближайший средний и долгосрочный период, ну, вот эти 10 минут, видимо, мы попробуем этим и заняться. Прогнозы по рынку, ну, давайте на лето сначала, я понимаю прекрасно, как будут звучать ваши прогнозы, Вань, но тем не менее, да, летом что ждешь ты летом? Я жду плавного роста. Отпуска я жду, да? Нет, отпуска, конечно, хорошо, нет, на рынке, я думаю, что мы подрастем к концу лета, немного, но подрастем. Текущие уровни, конечно, они чуть-чуть депрессивны даже для российской экономики. Вот, к валютам евро плавно незначительное ослабевание относительно доллара. Ну, паритет все-таки не летом еще будет. Да нет, ну, конечно, сейчас будет колебаться, я думаю, в диапазоне 1,27-1,33. Вокруг 30, очень хорошие цифры, я тоже сегодня с утра этот самый читал там для слушателей, вот 1,30. Причем, посмотрите, если на долгом срезе, вообще это середина какого-то диапазона, вот вокруг него там. Вот, а рубль, доллар, я думаю, что мы придем к 33, и где-то пока нефть около стольника, мы будем видеть 33 где-то примерно. То есть, опять на этих уровнях какой-то диапазончик. Ну, и если, а еще, презюмируя, что государство не возьмет какие-нибудь там безумные обязательства перед социально незащищенными слоями населения, у нас очень много таких. Это да. Вот. Ну, в ближайшее время, наверное, летом-то, или все может и летом случиться. Август, август, я же помню тебя, август, август надо в России бояться, прятаться куда-нибудь в августе. Уезжать, именно поэтому у тебя, да, вот у нас в августе. Олег, летом, что ты ждешь летом? Ну, вот вы сказали про отпуск, и я хочу добавить, что рынок тоже взял отпуск. Рынок российский берет отпуск ежедневно, как часы. Вернее, ежедневно, ежегодно. Ежегодно. Ежегодно, соответственно, в июле-августе. Те события, которые могут произойти гипотетически, да, я сейчас, наверное, обсуждать не буду, но просто пока повода нет. А что касается валюты, если говорить о денежном рынке, смотрите, ситуация следующая. Вот недавно мы слышали о том, что Минфин вроде бы собирается выходить на валютный рынок. Вот только недавно было заявление господина Силуанова. Все сразу начали, соответственно, кричать о том, что это приведет к ослаблению рубля, что, значит, уже население стало потихонечку перекладываться там из рубля в доллары и так далее и тому подобное. А если мы посмотрим объем даже ежедневных торгов на валютных площадках, даже по паре рубль-доллар, ну, самое ликвидное, и посмотрим те объемы, которыми Минфин будет входить и открывать свои позиции, ну, это если ослабит рубль, ну, не больше, чем на один, ну, полтора, ну, не больше. Ну, он так, собственно, и говорил. Ну, просто это муссировалось, подносилось, как будто завтра уже будет 40. Ну, Олег, ну, мы, во-первых, в какой стране живем, а во-вторых, текст-то был такой. Я хочу в преддверии отпускных настроений, пока все будут в отпусках, успокоить, что 40 это очень, так сказать, очень, 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 очень давно, вернее, очень далеко и вряд ли вообще реализуемо. Это первое. И второй момент, если мы говорим о реалистичных курсах, то, наверное, где-то 33, ну, может быть, чуть выше 33, при том, что, наверное, доллар будет продолжать, как мы уже говорили, укрепляться по своим причинам в течение июля-августа, не только к рублю, но и к другим валютам. Это вполне реальный, что называется, реальная перспектива. Та политика, которую проводит ЦБ, ну, вот даже до избрания новой главой госпожи Набиулиной, о том, ее, значит, разговоры о том, что, возможно, значит, ЦБ продолжит политику не снижения ставок, ставя на первый план инфляцию, это вообще удивительное дело. У нас Минфин, значит, ЦБ, Минэкономразвитие, все борются с инфляцией, все дружно, хором. Вот других целей. Ну, задачу поставили. Все борются с инфляцией, да, при том, что по большому, ну, можно ее просто, ну, собственно, да, нарисовать, ну, грубо, я пишу так, да, и заниматься другими не менее важными вопросами, это первое. И второй момент еще надо отметить, что я думаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что денежная масса, вот последние, наверное, несколько месяцев назад довольно активно изымались рубли из денежной массы, обычно, когда конец полугодия, конец квартала, расчеты по налоговым обязательствам, по уплатам в бюджет, это несколько удерживает курс рубля от ослабления. Я думаю, что вот в этих вот месяцах, там, конца июня, там, конца сентября на квартальных вот отсечках, мы, может быть, будем видеть некоторое усиление рубля, но это кратковременное такое усиление, неделя, полторы. И не сильное, наверное. И не сильное. Ну, мы это видим на графиках рубль-доллара, а в целом, я думаю, что и в течение лета, и даже, наверное, сентябрь, октябрь, мы будем видеть небольшое, медленное, но и верное укрепление доллара по отношению к рублям. Вань, теперь до конца года, до конца года, потому что, ну, вот только что мы говорили, то грядут некие события важные, да, и за рубежом, прежде всего, выборы в Германии, там, да, новый этап разговоров вокруг. Я бы не забывал про выборы московского мэра, это будет такой серьезный тест российской системы, потому что Москва это большой регион, важный, вот, и это большая экономика, и я не ожидаю каких-то сюрпризов, к сожалению, но, тем не менее, не, я скорее люблю, когда, ну, там, справедливость торжествует, вот, а сюрпризы не всегда, к сожалению, это просто. Сюрпризы не всегда справедливые. Вот, то есть до конца года, если не будет никаких катаклизмов с нефтью, никаких войн на Ближнем Востоке существенных и в Китае не произойдет каких-нибудь, ну, очень неприятных событий, я, вот, вот, три, три вещи, за которыми надо смотреть, то российский рынок вырастет, причем существенно, осенью мы обычно, обычно росли, если смотреть на историю, валюты, рубль продолжит ослабевать относительно доллара, евро продолжит ослабевать относительно доллара. То есть доллар будет расти просто. Доллар расти, но каких-то вот, ну, то есть понятно, что вот волатильность, она высокая, да, и будут какие-то резкие волны туда-сюда. Ну, по прямой, да. Но концептуально, вот, вектор, да, вот он будет такой, то есть вектора какого-то радикального нету, того, что завтра там доллар будет стоить сорок, как уже было сказано, рублей, такого нету, вот, его и послезавтра не будет стоить сорок рублей. Ждать этого не нужно все-таки, наверное, да? Он, по-моему, и не стоил, вот, там, в последнее время. Ну, это я просто призовался в качестве. Нет, ну, и ты, и цифры, это называется, ну, радикалами, по крайней мере. Цифры 40, 41, 45, где-то я тоже сказал. Говорится, мы ни от чего не застрахованы. Конечно. Могут быть всякие, так сказать, вероятности, но пока эта вероятность крайне мала. Нет, ну, это, на самом деле, экономика, это же такая штука-то, все сбалансировано, да, можно посмотреть на ставки по долларовым и рублевым обязательствам на рынок долговой, да, там нет никаких, там, да, произошло повышение ставок, но спред вот этот, он не позволяет судить о том, что сейчас есть какой-то, какой-то арбитраж здесь или рынок какой-то, вот, есть ожидание рынка, что рубль должен стоить сорок, да. Но это скорее вот так в бульварной прессе, да, вот. Сейчас, кстати говоря, вот, отвечая на пресловутый избитый вопрос, на чем же заработать, да, особенно в период летнего такого стояния. В чем заработать и в чем хранить капитал, еще хороший вопрос тоже. Да, кстати говоря, долговой рынок впервые, ну, на моей памяти, за довольно долгое время реально является хорошей альтернативой, там, тому же фондовому рынку, даже, там, тех же российских корпоративных заемщиков, я там не беру с фантастическими доходностями, да, но, в принципе, диверсифицируя портфель, а и покупая, там, скажем, банды с достаточно такие близкими относительно сроками погашения, тем же, там, пятилетними, там, семилетними, можно достаточно неплохо заработать. Естественно, не на одних бандах, но, как бы, разбавляя другие инструменты, вот. И, кстати говоря, по поводу перспектив движения рынка, если говорим, вот, об индексе МВБ, сейчас, вот, там, его удел диапазон 1300-1330, говорят, вот, если он уйдет, там, на 1300, пробьет ниже, что произойдет на 1330, может, мы уйдем к 1350, я две вещи скажу буквально. Первое, это техническая сторона вопроса. С технической точки зрения, я вот недавно, буквально, два дня назад смотрел на индекс РТС и на МВБ. На обоих индексах довольно четко формируется довольно редкая фигура треугольника, причем такой долгосрочный треугольник. Вот такой же треугольник формировался на индексе СНП. Трижды он формировался за последние лет 10, и трижды после этого индекс СНП уходил вниз довольно сильно, по пробитию границы этого треугольника. То есть, если будут какие-то поводы, то, так сказать, с технической точки зрения все готово. И второй момент, то, что рынок все-таки пока остается российский, имеется в виду. Как бы мы не хотели этого, но, тем не менее, зависим от сырьевого фактора. И поэтому я абсолютно согласен с коллегой в том плане, что если каких-то на Ближнем Востоке важных изменений не произойдет, ну там, очередной какой-нибудь эскалации конфликта, то, наверное, тогда действительно к сентябрю мы увидим некоторое усиление объемов. Возможно, пересмотры индексов, пересмотры правил котирования. И вот мы знаем, что биржа с сентября переходит на режим Т плюс 2 окончательно. Не просто поставки против платежа. Многие говорят об этом. Я условно, кстати, согласиться, что это некую долю спекуляций на российском рынке все-таки увеличить. Добавят, конечно. Потому что сейчас вот она тестирует это, и мы можем говорить. Да, и поэтому сентябрь начнется не только, так сказать, новым рабочим годом, да, после периода отпусков, но и новыми режимами торгов. Новыми ожиданиями. Поэтому это не надо забывать. Олег, спасибо. У нас есть вопрос. Давайте послушаем. Время не так много. Борис, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Олег и гости. Добрый день, Борис. А, хотел бы сообщить свои последние. Выкладки, выкладки. Доллар, да. Я вот по поводу долларов, буквально недавно ваш предыдущий гость рассказывал о том, что вряд ли, вряд ли мы увидим там 41, там и такие-то цифры. А вот, к сожалению, я не могу сказать, как зовут. Вот последний участник, который рассказывал совершенно... Последний сегодняшний или вчерашний? Нет, нет, который вот буквально передо мной закончил. А, это Олег. Олег обвели слева от меня, по крайней мере. Иван Кабулайев справа. Да, да. Олег, вот совершенно верно. Он говорит, что технически картина очень сильно готова к тому, что мы можем увидеть очень сильный пробой по индексу РТС вниз, а по доллару вверх. И цели там стоят очень быстрые. 36, 38, 41, но по индексу РТС я уже называл. Да, я помню. Поэтому вот как бы я и согласен с предыдущим оратором, и не согласен с тем, что мы не можем увидеть очень быстро доллар на очень больших величинах вверху. Вот такая ситуация. Действительно, все очень на тоненького сейчас стоит. Да, то есть я думаю, что возможно мы вот как... А опять же, все правильные вещи прозвучали сегодня в вашей программе о том, что вот с этих уровней 1250 мы можем в течение лета, например, порасти там в 1450-1500 по индексу РТС. Соответственно, доллар немножко ослабнет. Ослабнет. Ну, а после этого мы можем увидеть вот тот самый пробой. Либо мы его увидим уже сразу вот сейчас там буквально в течение там последних там. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за ваше участие. Часто очень звонит нам этот слушатель. Олег, вот. Очень коротко. Давай, давай. Минутка осталась. 20 секунд. Когда мы говорим об индексе РТС и о цене на нефть, мы привыкли, что очень сильная корреляция. Что значит, если будет пробой, то значит доллар резко уйдет к рублю. Вот последние несколько лет это, на мой взгляд, уже не совсем так. То есть я наблюдал, например, за динамикой движения цены на нефть, индекс РТС. Да, зависимость есть, но, знаете, не такая строго детерминированная, как это было раньше. Поэтому с точки зрения вероятности пробоя, да, слушатель говорит, я согласен, подтверждаю, что с точки зрения курса доллара здесь помимо технических причин еще море фундаментальных, экономических. Ну, то есть, другими словами, пробой вниз по индексам может быть, а выход вверх по доллару не такой глубокий. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, коллеги, я вас благодарю, что вы, несмотря на, Олег, на близость отпуска, а Иванин, на желание отпуска, времени находить нас посещать, Олег Абелев, руководитель аналитического отдела национальной компании «Рекомтраст», Иван Кабулаев, управляющий директор «Нвесткафе», были сегодня в эфире программы «Сухой остаток». Мы подвели, я надеюсь, финансовые итоги недели, ну и какой-то задел на будущее тоже озвучили. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов на рынке до понедельника.